6 июня Мы хотели добраться до Внукова на такси, но в 6 утра стоимость с 1100, вот так в поиске мы указывали, она доскочила до 2500, потом до 3000, в итоге поехали мы общественным транспортом, добрались с Королева до ВДНХ, на автобусе с ВДНХ до Румянцева, на метро, и с метро очень быстро мы доехали до 611 автобуса. Которые просто сразу подошли, мы успели, но сегодня нам повезло, что воскресенье, и поэтому не было никаких пробок, никаких непредвиденных обстоятельств, мы успели, все хорошо. И вместо полутора или трех тысяч, как там было указано в такси, мы добрались, ну, примерно, грубо говоря, за 400 рублей на 2 их. Как твое настроение? Ты мой хороший. Сама ты такой. Сама ты такой. Продолжение следует... 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 Дворцовая площадь. Да, как у нас красная. Обелиск. Обелиск, Эрмитаж и Адмирал Твейст. Обелиск мне тоже попадает в голову и вокруг. Пустая площадь. И вот Саки. Основные. На слух типа Эрмитаж, да, звучит Эрмитаж. А вот, допустим, этот музей в Кунсткаме. Забыть, как примерно выглядит Эрмитаж, ты на нее глядишь, как будто похож. Ну, я говорю, это вот, конечно, те, кто интересуются. Как их назвать по культуре? Да, шарят. Они скажут, ты че, блять, там классика, там модерн, там барокко. Ампир. А люди, что они, ну прям, большая масса, она не отличает, там, не знаю, модерн от какого-нибудь барокко. Я даже не знаю, что я сейчас говорю. Нахватался слов. Накидали мне там в голову, не кидали. А также большая частьوتра. А конец. Но то,ようにyen. Время. Я легко тебя мечтаю с собой, мое форум. Н inhibición. Ворм genere. Принаем, буду гонят antes2 на być. Да нет. Причины, скорость, своей. Сегодня, наконец-то, спустя несколько раз посещение Санкт-Петербурга, я побываю в Петербурге. Макс тоже тут не был. И, наконец-то, лето, наконец-то, мы добрались, нас привезли. Вот, по Каду мы через Кронштадт. На штате тоже мы не были, но это, конечно, в следующий раз уже, потому что у нас такая мини-поездка на пару дней. Вот, и через Кронштадт мы ехали, также проезжали Ломоносок, Араньенбаум, который я окрестила Лермонтова по ошибке. И вот сейчас мы в Петергофе идем в Нижний парк, верхний, как нам сказали, или сад, на реконструкции, поэтому мы идем. В Санкт-Петербурге вряд ли мы сегодня пойдем, потому что у нас тоже сейчас времени очень много, ну и прям особого прям желания такого шастать везем по музею нет. Вот, поэтому тоже как-нибудь в другой раз. Вот, у нас запланирована прогулка по территории, посмотреть фонтаны, посмотреть сам парк. Видит жара, же лето. Нет, кстати, благо не жара сегодня, сегодня довольно такая приятная погода, поэтому, я думаю, прогулка удастся. Билеты приобретаются в кассах, вроде как на сайте тоже можно, но сегодня сзади на сайт я видела, что там прям пометка такая, что билеты в кассах купать из-за пандемии, наверное, хотя наоборот, непонятно. Вот, билеты, короче, приобретали мы в кассе, на сайте, между прочим, тоже так написано, никаких скидок в плане, что в электронном виде, если вы купите билеты, не будет, ну, во всяком случае, мы не увидим, не знаю. Вот, 450 стоит вход в Нижний парк, верхний на реставрации, билетики. Народу, конечно, много, очень много, но сейчас вторник, не секундочку, то есть выходные тут вообще не протолкнулся, и учитывая, что пандемии, как бы, иностранцев, ну, нет практически, вот. Так что, а, кстати, еще одна особенность, перед покупкой, ты меня снимаешь, да? Перед покупкой билетов в кассу нужно сдавать паспорта, чтобы не содрали больше денег, то есть гражданам РФ 450 рублей, вход иностранцам, дорогу. Мы решили впервые в жизни не шастать пешком, ну, мы тут еще, я думаю, успеем и пешком погулять, но решили взять экскурсию, чтобы нам что-то рассказали, на электромобиле. 900 рублей стоит со взрослого, экскурсия сама по времени занимает 35 минут, вот, проедем по Нижнему саду, по главным фонтанам, там, достопримечательностям. Пока мы ждем отправления, сейчас здесь погуляем в территории, немножечко Макс пошел по делишкам, вот. Чтобы сходить в туалет, здесь, естественно, везде нужна наличка, у нас прямо с этим вообще проблема, потому что мы живем в Москве, мы уже забыли, что такое наличные деньги. У нас, если они бывают, ну, как-то, ну, они не в обиходе, скажем так, Макс вообще ходит с телефоном, то есть он вообще с собой не берет там ни портмоне, ничего, уже не говоря о мелочах какой-то. Вот, здесь очень неудобно в транспорте, ну, если это не метро, тоже неудобно. Например, вот у нас мы остановились у родственников Мурина, и чтобы у них там от них доехать, допустим, до станции метро, нужна наличка, чтобы добраться на транспорте, очень неудобно. У нас, если кто-то и не принимает, как бы, Москва в Москве, то это просто решается переводом. Здесь не актуально, не востребовано, в общем, это. Вот, также, что касается транспорта, именно, также, что касается метро. Плачивали почему-то мы картой, и как-то это очень принято, я так поняла, здесь, вот, и по 60 рублей выходит. Ну, то есть, мы дураки, как бы, не знали, надо было спросить в кассе, но, ну, потому что ходим не сами, ходим, ну, с родственниками, и вот этого времени узнавать, что-то вот самим делать, почему-то мы игнорируем этот момент, а так на нас это не похоже. Мы дотошные в этом плане, потому что пока, что дешево, что бюджетно и выгодно не узнаем, мы этим не пользуемся. Вот тут как-то мы расслабились. Ну, это финский залив, вдалеке виднеется Лахта-центр, а мы ждем нашу экскурсию. Это наши VIP-места. У нас был вариант два места рядом с водителем, но девочки нам сказали, садитесь, там лавочка, говорит, но она такая лавочка, говорит, широкая. Сказали, что это лавочка, как-то сложно. Вот. Что-то снимать удобно. Название Петергоф в переводе с немецкого языка означает Петров год. Первое упоминание Петергофе встречается в походном журнале Петра Первого от 13 сентября 1705 года. Ваше путешествие начинается от Марского канала, который делит Нижний парк на две части, западную и восточную. Петергофе встречается в походном журнале Петергофе. Вот в этом вот дворце Марли система подъемного стола, то есть она идет от слуг к хозяевам. Во время Великой Отечественной войны все это было разрушено, вот это здание, и оно полностью восстановлено. И, кстати, вот недавно оно прямо после реставрации. В выставке под названием «Петергоф. Фотолетопись страшных дней» свидетельствует о варварских разрушениях Петергофа в годы Великой Отечественной войны и его послевоенном возрождении. «Петергофа проходила в 500 метров к западу до тракца Марли. Отступая фашистам, взорвали дворец Мина за медленное действие. На территории Нижнего парка они вывели более 20 тысяч дней. Два цвета, фортаны и каскады были разрушены и получили серьезные подрежечения. Благочисленные траншеи, бандажей, колючая проволока, сделали фактически... Вот это прямо очень красиво. Уже это вокруг с водичкой, с грудью такой. После освобождения сезонков от немецкой оккупации начались работы по воссозданию ансамбля. Западную часть Палькова сидела со скучной дистанцией. В основном воскользали ремонт на расходе с обостром, который оброжен в плане, звезду и клави. Участок Северо-Зорой возглавил голландский садовый мастер Леонард фонд Гернихфель. Оно напоминает одноярный парочный зал Ростов. Класс. А у тебя ярко снимает телефон. Ярко показывает. Шикарный вариант экскурсии. Пешком ходить тут, ну, на самом деле чокнешься. Вот, а так проехали хорошо, ну, потому что аллея в основном везде. Ну, мы бы устали, на самом деле, ходить, а так все проехали, все нам рассказали какие-то там. Люди поссорились у нас в машинке, но тем не менее, все, что надо, мы увидели. Классно. Как тебе вообще Петергоф-то? Мы так хотели сюда поехать. Мы приехали. Понравилось. Тут, конечно, можно прям нужно, наверное, с утра приходить, до самого вечера. Не торопясь. Еще можно в кафешечку взять и покушать. Короче, почувствовать себя царем. Потому что это твое, а все, кто здесь ходят, это призраки, здесь никого нет, ты один. Можно добраться из Петергофа в Петербург, в центр Петербурга, и обратно ходят, плывут, как метеоры, конечно, короче, летают по воде. Стоимость в районе тысячи рублей, там плюс-минус, в зависимости от маршрута, от пункта назначения и в зависимости от взрослой, детской, студенческой.